24% проголосовавших за Порошенко тоже, хочу сказать, дебилы. Возможно ли возникновение Киевской Народной Республики? Тебе? Одному. Без передачи скажу. Да. Проблемы у России начнутся изнутри. Урал, Сибирь взорвутся рано или поздно. В сентябре, октябре мы увидим и 100, и 200 тысяч. Еврейский заговор существует? Да, считайте, что вы уже масон. За следующий вопрос я у вас заранее прошу прощения. Не надо. А Юрий Дудь некоторым своим гостям задает весьма пикантный вопрос. Вам он его не задал. Как бы вы отреагировали перед камерой, если бы он вдруг внезапно посмотрел на вас и сказал бы, дрочишь? Ну, сказал бы нет. То есть реакция была бы такая. Абсолютно нормально. Выкуси, Дудь. Ты не осмелился, а я осмелился. Как вы относитесь к тому, что... Нет ни в одном вопросе ничего плохого для человека, который на большинство вопросов имеет ответы. Есть вопросы, на которые я ответить не могу. Вот вы меня спросили, или мне льстит. Я начал думать. Я себе не задавал эти вопросы, я начал думать. А тебе льстит или нет? Я сказал, ну мне приятно. Да, мне приятно. Но в вопросах нет никогда... Вообще, люди, которые имеют устойчивую психику, раз, свою философию, два, и понимание того, что, коль ты пришел на интервью, ты должен отвечать на любой вопрос, для них нет проблем. Как вы относитесь к тому, что интервьюер с некоторым людям задает вопросы, достаточно некорректные, а некоторым не задает? Честно ли это с точки зрения интервью и по отношению к зрителю? Да он волен задавать что угодно, кому угодно. Мяч на его половине. Ведь зависит многое. Вы знаете, я вот иду на интервью, бывает, думаю, я у него сейчас спрошу вот это. Я сижу с ним, разговариваю, я вижу его глаза. Я слышу иногда биение его сердца. Я вижу, как вены пульсируют у него на лбу или на руках. И я понимаю, что я могу добить его каким-то вопросом. Я понимаю, что это будет бестактно в данный момент. Я не задаю этот вопрос. А если перед вами подлец, который заслуживает? И народ ждет, что вы его добьете. Потому что вы в какой-то степени являетесь этим голосом. Очень честным, откровенным. Я не добиваю никого в ситуациях, когда добивать стыдно. То есть вы обладаете высоким уровнем эмпатии и испытываете эмоции собеседника. Я человек с принципами и с кодексом своим внутренним. И я никогда ничего не делаю. Хорошее слово есть украинское. Всупорыч. Вот вопреки Всупорыч своим принципам. Есть чудесный интервьюер. Величина огромная. Владимир Простер. У него когда-то спросили. Что вы скажете Богу, когда вы пристанете перед ним? Он сказал, что Бога нет? Нет. Он сказал, что если вдруг такое будет, я ему скажу, как вам не стыдно. И вот у него на интервью бывает, был Дмитрий Медведев, премьер-министр. Многие министры, многие пропагандисты и так далее. И вот он умудряется сказать тому, в кого не верят, как вам не стыдно, а человек, от которого зависит судьба государства и все те проблемы, которые есть, он не осмеливается. И здесь, в этом контексте, у меня вопрос к великолепнейшему интервьюеру, может быть, самому лучшему, Дмитрию Гордону. Он говорит, кругом коррупция, подлецы, мародеры. Говорит, Майдан наебаловает. Я напрямую вас цитирую. И тут у него Тимошенко, тут у него Вилкул, тут у него Кернис, Добкин, Гройсман. Все горе... Среди прочих. Среди прочих. Все горе Украины, это эти люди. Все проблемы, которые есть, это вот этот вот набор, пул политиков, которые, в принципе, у вас были. Какой хороший вопрос. От их решений мы зависим. И вот Дмитрий Гордон сидит перед ними, спасибо. Перед ними... Хороший, хороший. И говорит, я вас очень уважаю. Вы такой талантливый, вы такой молодец. Не, 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 ну я так не говорил. Ну и тогда вы говорите же людям талантливым, я вас уважаю. Вы очень талантливый человек. Я с вами не согласен, но вы очень талантливые. Ждешь от вас критики, потому что вы, поверьте, воспринимаетесь голосом простых людей, хотя вы совсем не простой человек. Почему так выходит, что перед вами оказывается этот человек, от которого зависит так много, и вы точно так же, как и такие люди, как Познер, говорите Богу, как вам не стыдно, а под лицу, который перед вами сидит, вы этого не говорите. А вы знаете, чему научил меня Познер? Чему? Носить красные носки. Классный ответ на суперсложный и долгий вопрос. Владимир Владимирович пришел ко мне на интервью лет 10 назад в Москве. В ярко-красных носках. Он меня этим покорил сходу. Я с тех пор, вот я себе купил красные, зеленые, желтые, синие, голубые, фиолетовые, оранжевые носки. Хожу в них летом, кайфую. Вспоминаю Владимира Владимировича. Что касается, я вопрос не забыл. Он очень хороший на самом деле. Он очень хороший. Значит, смотрите. Я вам один пример приведу. «Как я ненавидел Яценюка». Вот, вот это интервью на меня гигантское впечатление произвело. Вы были там очень спокойны и очень нежно выпрямлены. Ненавидел Яценюка за его пиде мауси, якщо куля в лоб, так куля в лоб. За его Юлия, т.д. Т.д. Знаете, за что ненавидел его больше всего? За то, что у него не было бандитской внешности или какой-то отвратительной, дебильной внешности. А у него внешность университетского профессора. И от него ждешь поступков университетского профессора. А он оказывается таким же, как они. Как те все. И вот это несоответствие меня рвало на части. И я о нем с экрана говорил гадости. И вот мне звонит мой близкий друг. И говорит, ко мне приехал Яценюк. И говорит, что он от меня хочет? Что он меня терзает так? Он ему говорит, ну он идейный, понимаешь, у него, если он говорит, он значит так думает. Он говорит, я хочу к нему на интервью. Я ему говорю, я готов, мне интересно. Но я его буду рвать на части. Спроси его, он пойдет на такое интервью? И Оценюк сказал, да, я пойду. И вот мы встречаемся, смотрим друг на друга с подозрением. Садимся, и начинается поединок. Мне кажется ярким. Ну это безусловно интересное интервью, но... Это интервью построило, по-моему, миллиона полтора уже в ютубе. Так что я хочу сказать. Яценюк к концу интервью вызвал у меня уважение. Почему? Потому что я его... А он по-мужски держался и спокойно отвечал на все вопросы. И мне это понравилось. Это не свидетельствует, извините, случайно о его холоде, о его безразличности? Нет. И тому, что ему наплевать как на судьбу страны, так и на последствия, которые были после его управления. Значит, я не знаю, о чем это свидетельствует. Не думаю, что о холоде. Он живой. Но он в моих глазах вырос. Потому что он пошел навстречу опасности, рванув в рубаху. Мне это понравилось. Что касается остальных, которые виновны в том, что Украина живет плохо, как вы сказали. У меня есть тоже свои слабости. Юлия Владимировна Тимошенко одна из моих слабостей. Чисто человеческих. Потому что женщина, я что уж думаете, совсем ничего не понимаю, я все понимаю. Женщина, человек моего поколения, прошедшее 90-е. У нас много есть тем, на которые интересно говорить. В обычной жизни совсем не пафосно. Мы можем сидеть с ней, допустим, у нее дома, и она может накладывать салаты. Но я не назову это словом друзья. Накладывать салаты, ухаживать за мной, рассказывать. Она живая. Она интересная. А таких людей, которые накладывают вам салаты, достаточно тяжело высказываться негативно. Знаете, моя задача какая? Какая? Вот я ее для себя давно сформулировал. Моя задача показать обществу эпоху через людей, которые были частью эпохи и эту эпоху создавали. У меня список людей, с которыми я хочу сделать интервью. Я сделал 850 телевизионных интервью. Я давно поставил памятник эпохе этим людям. И заодно так получилось самому себе. Я уже там на постаменте давно стою. И я это сознаю. То есть вы больше историк и хронолог, наверное, так сказать, чем журналист. Я хочу показать время. Я хочу остановить его и зафиксировать через людей, которые создавали это время. Для чего? Чтобы после этого нужно понять. Каким это время было? Это учебник истории. Живой учебник истории. И мне, для того, чтобы его создавать, совсем не обязательно над ними издеваться и ругать их. Во-первых, они ничего не расскажут, если я буду над ними издеваться. Мне говорят иногда, что гордон комплиментарный. Гордон должен вытянуть правду. А вытягивать ее можно клещами, как зубы изо рта при пытках в гестапо. Или пряника. Можно пряника. У каждого свой стиль. Мне главное вытянуть. Вытянуть. Это всегда психологический поединок. Всегда. Из всех ваших гостей, кто был, по вашему мнению, если возможно с фамилией, самым лживым? Вот вы сидите, и он вам рассказывает, боже мой, я так люблю свою страну. И вот, значит, любил и страдал, и недострадал. Было немало лживых. Ну вот, я вам скажу, что по вашему виду, когда вы берете интервью, совершенно непонятно, как вы относитесь к собеседнику. Если я очень собеседника люблю или уважаю, это всегда видно. Для этого можно посмотреть мои интервью с Евтушенко, с Плохинем, с Кашпировским. Да боже, я могу назвать десятки фамилий. С Виктюком, с Говорухиным. Да, это видно. Когда я человека люблю, я его люблю. Когда я его не люблю, я это иногда скрываю. Мне же нужно показания от него получить. Что же я буду своей нелюбовью сбивать с толку? Балашов, Скрипин, Соколова. Этот список наверняка не полный. Почему у такого количества известных людей вы вызываете раздражение и такие бурные эмоции? Это зависть или желание погреться в объеме медийности вашей фамилии? Вы знаете, я с пониманием отношусь к тому, что они периодически надо мной пытаются там как-то то подтрунить, то поиздеваться в их понимании. Но, во-первых, меня ничего не расстраивает, ничто не расстраивает. Во-вторых, смотря на эти материалы, часто я так смеюсь, я вчера смотрел очередной материал Балашова, у меня истерика была. Просто истерика. Если бы со стороны за мной понаблюдать, можно подносить, сидит, чувак смотрит о себе гадость и ржет. Можно подумать, что он сошел с ума. В основном, здесь три причины. А в основном, для того, чтобы самим стать известными и раскрученными, многие современные блогеры хотят стать на спину и на плечи успешных и раскрученных и за счет публичного скандала с ними раскрутиться. Это первое. Второе, зависть, конечно. А завидуют, знаете чему? Независимости. Завидуют независимости, завидуют тому, что человек может позволить себе приехать на Майбахе на интервью. Имеет какие-то блага материальные, в том числе задекларированные, законно заработанные, никогда не крал из бюджета, никогда не крал вообще, в принципе. Конечно, это раздражает. Я это понимаю. Это очень раздражает. И завидуют успеху. Но, еще раз, есть два варианта. Или ты серый, и тогда ты никому не нужен. Или ты яркий, и тогда тебе будут завидовать, и будут пытаться как-то тебя задеть. Ну, ты же знал, на что идешь. Так чего ты? Тогда воспринимай это как игру. Я это воспринимаю как игру. И одного я ухватил, конечно, этого Геннадия Викторовича Балашова, я его, конечно, ухватил. Я его сейчас засужу красиво. Он у меня в суде посидит. Он же сказал, что я агент КГБ и агент Медведчука. Скажите, а как можно это проверить, опровергнуть или, наоборот, доказать? У нас в стране презумпция невиновности. Поэтому я на него подал два иска по миллиону гривен. И в суде ему скажут, вот Гордон считает, что вы нанесли ему, значит, моральный ущерб, сказав, что он агент КГБ. Агенты КГБ имели учетные карточки, личные дела. Ну, раз вы утверждаете, что он агент КГБ, покажите учетную карточку и личное дело. Извините, сейчас будет гипер-некорректный комментарий. Любой. Но Игорь Смешко, ваш близкий друг, был главой СБУ. У него был доступ абсолютно ко всем архивам. Если вы говорите о карточках и других документах, ваш друг мог просто их уничтожить? Я вам открою страшную тайну. Уничтожить он не мог, потому что все личные дела агентов КГБ находятся в Москве. Могут быть дубликаты здесь, в Киеве, но на особо талантливых они имеются на руках у ряда людей. Дубликаты. Поэтому, смотрите, это же не моя забота уже. Балашов сказал, агент КГБ, ну ты же пацан, давай доказывай. Не докажешь, давай миллион раз, миллион два. Но это для него только начало. У него таких судов будет много, я его буду мордовать. Скажите, пожалуйста. Причем получать удовольствие. У вас был с ним конфликт до того, как вы в эфире 112 канала назвали его партию очко? До этого были у вас какие-то уже непонимания? А кто вам сказал, что я в эфире 112 назвал его партию очко? Извините, Ньюзман? Нет, а кто вам сказал, что я вообще назвал его партию очко? Вы сказали во время интервью. Я даже, наверное, вырежу. Вырежьте и покажите. Поставлю. И там вы сказали... Сказал ли я, что партия Балашова... Ну, партия 5-10 очко, короче. Вот так вот вы сказали. Нет, я не мог так выразиться о партии. Я никогда не мог так сказать. О партии 5-10 очко. Нет. Вот, вы вырежете этот кусочек и покажете. И вы увидите, что я этого не сказал. О партии 5-10. Партия, я не помню, как она называется. Там цифры 21, что ли. Очко, короче. Ну, я это выдумал. Про 5-10? Ну, про вот весь этот эпизод. Про партию очко? Да. Нет. Но то, что это партия 5-10, такого не было. А-а-а, значит, вы как-то иначе выразились? Я, может, не имел вообще в виду партию 5-10? Хорошо. Окей. Вы умеете, конечно, выбираться из самых трудных ситуаций. Я туда себя не загоняю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, до этого были проблемы? У Геннадия Викторовича были проблемы. С вами. У Геннадия Викторовича, да, были проблемы. И я думаю, что они у него сохранились и усугубились. Хорошо. Я понял. Бесполезно на самом деле. Поговорим о ваших друзьях. Можно ли сказать, что Леонид Данилович Кучма и Виктор Ющенко ваши друзья? Можно сказать, что это люди, с которыми я часто встречаюсь, особенно с Леонидом Даниловичем. Веду долгие разговоры и испытываю к нему уважение. И это уважение обоюдное. Говорить о президенте друг, это будет с моей стороны не тактично и некорректно. По умолчанию он считается отцом украинской коррупции. Не знаю, видели ли вы, например, видео, где Виктор Ющенко, внучка Виктора Ющенко, заходит в частный самолет и отправляется к себе на день рождения. То есть многим украинским детям это сниться в самых невероятных снах. Откуда все это, на какие они трудовые доходы, я спрашивать не буду, потому что мне это понятно, всей стране понятно. Им понятно, мне понятно, всем понятно. Никто не говорит слух, но всем понятно. Можно ли в контексте этого сказать, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Смотрите, адвокатом Леониду Даниловичу выступать не буду. Скажу несколько моментов. Первое. Леонид Данилович был президентом Украины в течение 10 лет. Для Украины эти 10 лет так получилось. Лучшая в ее истории за 28 лет независимости. Так пока получилось. Уходил он с ВВП 12,4. Никто больше не мог такого ВВП достичь. Является ли он ангелом? Нет. Были ли у него ошибки? Еще сколько. А знаете, какая самая главная? Янукович. Да, это самая большая ошибка. Это роковая его ошибка, о чем я ему говорил прямо в глаза не один раз. Роковая ошибка для страны. Янукович. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Является ли Леонид Данилович интересным человеком? Безусловно. Является ли он глубоким? Безусловно. Интересно ли мне с ним? Безусловно. Дал ли он мне толчок для понимания многих процессов? Безусловно. Поздравляю ли я его с днями рождения? Да, всегда. И говорю с ним долго. И отмечаем дни рождения. Нынешняя ситуация в Украине. Мы пожинаем плоды тогдашней его работы, его действий? Вы знаете, все виноваты во всем. И я виноват, и вы виноваты. И простые украинцы, выходящие из своей квартиры, плюющие на лестничные клетки и выкручивающие лампочки, тоже виноваты. Виноваты все. И я себя, например, вины тоже не снимаю. Я всегда начинаю играть с себя. Ваша любимая тема? Православие. Это не моя любимая тема. Это была, конечно же, шутка. Почему в мире, на планете Земля, не существует ни одной православной страны, которая была бы экономически и правово успешной? Ни одной. Честно сказать, тема вообще мне не интересна. Не просто моя любимая, не моя любимая. Она мне вообще не интересна. Я атеист. Да, это я знаю. И мне все эти истории, совершенно они меня не занимают. Я понимаю суть этого, суть религии. Расскажите. Суть религии держать людей в узде и в повиновении. Только в этом. Ничего положительного больше в нем нет. И собирать деньги. Все. Больше ничего. Хорошо. Человек неверующий, человек атеист. Может быть моральным, нравственным и духовным человеком. Хорошим. Нужен ли Бог для того, чтобы не быть грязным животным? Нужен. Да? Знаете где? Где? Здесь и здесь. У меня он там есть. И тут, и тут. Это аллегория? Нет. То есть у вас есть Бог и тут, и тут? Он и у вас есть. В каждом человеке живет Бог. Но для этого не нужны храмы. Так может быть вы все-таки не совсем атеист или по крайней мере колеблющийся? Я для себя сам есть Богом. Понимаете? Потому что все мы созданы по образу и подобию. Каждый из нас Бог. Кого? Образу и подобию кого? Того, кого, по вашему мнению... Его. Вот видите, вы все-таки не до конца атеист. У вас есть какое-то отношение, мировоззрение к незримому, к метафизическому? Может быть, несформулированное, может быть, вы не думаете, но это нельзя назвать чистым атеизмом. Да у меня все хорошо, поверьте. Далее по успешности у нас идут католики, потом идут протестанты и далее атеисты. В Швейцарии 70% людей, 70% позиционируют себя как атеисты. И живут неплохо. Да, и помимо этого у них несколько государственных языков. Неужели религия мешает быть материально успешным? Для многих религия помогает. Многим религия помогает быть материально успешным. Зарабатывать, вы не поймете. Конечно. Ну, это, наверное, самое гадкое, что может быть, точно так же, как зарабатывать на благотворительности, на вере людей. Вы не считаете? Это высказано. Если говорить о Западной Европе и о тех процессах, которые там происходят, что делать с негативными явлениями, которые сейчас развитают там буйным цветом? Например, теперь не папа-мама, это сексизм. Теперь это родитель один, родитель два, что, по моему мнению, является ужасным. Теперь это не девочка-мальчик в Финляндии. Теперь это особь или человек, или ученик. То есть, можем ли мы пойти на такие изменения ради хорошей жизни, принять их? Я считаю, нам надо идти по своему пути. Я считаю, что Европа движется в плохом направлении. Даже по тому, что происходит на улицах Парижа или Рима, можно говорить о том, что они себя загонят рано или поздно. Я это вижу. Конец Европы, к сожалению, тоже не за горами. Увы. Конец объединенной Европы. И объединенной в том числе. А как она будет, по вашему мнению, выглядеть после этого конца? Это будет тотальный крах и хаос? Не знаю. Но во Франции скоро не останется французов. Это знаю точно. Ну, потому что они вымирают. Потому что коэффициент рождаемости там 1,3. А у этнических групп, которые туда приезжают, 8. Вот я не расист. Но я понимаю, что нельзя лезть со своим уставом в чужой монастырь. И если там французы, это решать им все равно. Но когда они скоро окажутся в меньшинстве, это уже будет не Франция. Хорошо. Ничего хорошего. Мне тоже кажется, на самом деле, что ничего хорошего. Я против не столько даже вот этого коэффициента рождаемости у этнических групп, сколько против того, что европеец, славянин, украинец не хочет размножаться. Что ведет нас к катастрофе. Нас и так уже мало. Сколько там? 38? 35? Ну, скоро перепись будет, посмотрим. Я думаю, 30. Вы думаете, 30? Да, конечно. То есть помните, когда-то была заставка на телевидении. Ты не один, с тобой 52 миллиона. Забудьте. Это сколько у нас выходит? Минус 22? Да, за 28 лет независимости. Жуть. Ну, это, наверное, примерно так, как в Великой Отечественной. Давайте дождемся переписи. Хорошо. Я вас... Вот эти вот все слова поразит, я потом вырезаю, извините. Не надо, все хорошо. Хорошо, и так далее. Все-таки, как первое... Это живо зато. Сейчас будет живой вопрос. Давайте. Сейчас вас буду плющить. Не интригуйте, включьте. Я однажды видел вас в синагоге. Да. С кепотом на голове. Да. Вы сидели рядом с Александром Роднянским и Евгением Червоненко. Не помню такого. И вот, а я помню. А, это было открытие синагоги. Так вот. Было, да. Атеизм, синагога, кепот. Это то же самое, если бы Александр Невзоров на Пасху ходил бы светить пасочки и яички. Или все-таки можно побыть немножко иудеем, когда нужны знакомства и связи? Я вспоминаю, сколько раз я был в своей жизни в синагогах разных. Я был шесть раз за всю свою жизнь в синагогах. Да, вы сейчас вспомнили, это было открытие синагоги, которая раньше была кукольным театром. Синагога Бродского? Да. Меня пригласили туда на открытие. И да, я там присутствовал. Все. То есть ничего общего с религией этого не имеет? Нет. Хорошо. Вы знаете, что антисемитские настроения в обществе как никогда сильны? И в том числе в интернете? Судя по тому, что президентом Украины избрали еврея, при премьер-министре еврея, то это очень актуально. Ну вот на данном этапе наблюдается рост в вузах, в престижных вузах Западной Европы антисемитизма. И в связи с этим я хотел бы вам зачитать один список. Давайте. Вы не против? Владимир Зеленский. В связи с этим я хочу спросить. Ну, по крайней мере, так указывают определенные интернет-источники. Интернет-источникам не стоит верить. Ну, наверное. Там человек пять неевреев, точно вам скажу. Ну, всего пять из всего того списка. Я укоротил его, признаюсь, на фамилии 150. Обрезали. Да, обрезали. Удачная шутка. А в связи с этим вопросом... Со мной иногда такое бывает. Почему не доблестный народ Вьетнама? Почему не норвежцы и не парагвайцы? Почему помимо русских украинцев в наивысших эшелонах власти и бизнеса так ярко представлен еврейский народ? Причина. Генетика. Был такой актер, Евгений Вестник, к сожалению, тоже еврей. Он был молоденький, мотался из Москвы в Питер, в Ленинград на съемки. Красной стрелой поездом. И однажды, когда ему надо было уезжать из Ленинграда, не было билетов на поезд. И проводница ему сказала, знаешь что, я тебя возьму, актер, но мест нет, там только есть СВ, в котором едет маршал Тимошенко. Если он тебя пустит, пожалуйста. Вестник постучался в СВ к маршалу Тимошенко, говорит, товарищ маршал, разрешите, вот я актер, Евгений Вестник, не могу попасть в Москву, можно? Он говорит, давай, молодой актер, заходи. Они сели, накатили, и Вестник говорит, он сам воевал, товарищ маршал, скажите, пожалуйста, Семен Константинович Тимошенко, бездарный маршал, кстати. Скажите, пожалуйста, а вот под Москвой битва была, немцы уже подошли прямо к Москве, уже должны были ее взять, и почему? Тимошенко подумал, сказал, честно, а хуй его знает. Говорит, товарищ маршал, а вот смотрите, Сталинградская битва, Паулюс такой сильный, Манштейн, все, Паулюса окружили, армию взяли, вот как? Говорит, честно, а хуй его знает. Говорит, товарищ маршал, а вот когда мы, там, следующая битва, ответ тот же. Утром маршал бреется, говорит, слышишь, молодой актер, я тебе там вчера много чего секретного нарассказывал, ты мне смотри, никому ни слова. На этот вопрос я могу ответить точно так же, как маршал Тимошенко отвечал актеру Евгению Вестнику. Другого ответа у меня для вас нет. Хорошо, скажите, пожалуйста, сейчас я задам вам очень важный вопрос, который беспокоит огромное количество интернет-аудитории. Еврейский заговор существует или это бред невоспаленного конспирологического ума? Чистый бред, на мой взгляд. Я вам больше скажу, поскольку я в нем не состою. Вас это печалит? Нет, то его, соответственно, и нет. Только это единственная причина. Вы часто говорите просто, ну не часто, иногда я слышал ваше высказывание по поводу Рокфеллеров и Ротшильдов, что это как не заговор? К моему другу Михаилу Радуцкому, который сейчас является советником президента Зеленского по медицине, мы с ним вместе начинали бизнес когда-то, и он руководил фирмой Борис. Приехали очень серьезные люди из Западной Европы, очень серьезные. Даже не буду называть фамилии. И они ему говорят, а ты в курсе, что Гордон руководит масонами в Украине? Серьезно? Он говорит, нет. Они говорят, ну мы что знаем? Он мне на полном серьезе говорит, Дим, ты что, действительно? Я говорю, Миша, я не имею права об этом говорить, но тебе одному без передачи скажу, да. Вот вам и все. У меня там был вопрос как раз в списке вы масон. И о еврейском заговоре, и о масонском. Я понял. Косвенно, в шутливой форме вы сказали, что да, таки существует. Буквально осталось 4 вопроса. Первый хотел спросить, это правда, что Анатолий Кашпировский вылечил вашего сына от Энуреза, да? Правда. По телефону. Правда. В связи с этим вопрос, почему... За одну минуту. За одну минуту. Сказал ему, что больше ты никогда не уписаешься ночью. Ему было лет 7-8, старший сын Рустик. Я считаю, поскольку изучаю психиатрию, биохимию мозга, я считаю Анатолия Кашпировским гением. Гением абсолютно. Но при этом я должен у вас спросить, почему гадалки и предсказатели по телефону, экстрасенсы, это аферисты, а Анатолий Кашпировский по телефону лечащий от Энуреза нет? Потому что Анатолий Михайлович Кашпировский, врач с 25-летним стажем работы в психиатрической больнице имени академика Ющенко, не того, в Виннице, объездивший весь Советский Союз, проведший десятки тысяч встреч с людьми в переполненных залах и опытов, от гипнотических опытов до протыкания людей иголками и так далее, он пришел в результате к своему методу, выстраданному. А метод этот прост. Проникновение в сознание, в подсознание, минуя сознание, с помощью создания ситуации. Я смотрел ваше интервью недавнее, но вы понимаете... И я, вы знаете, к чему я пришел? И я недавно, я впервые за 25 лет поехал отдохнуть на 7 дней, я никогда себе такого не позволял. Мне надо было просто отоспаться. В номере гостиницы были шторы, которые, подкладка черная была. И я вдруг понял, боже, как он прав. Он мне говорит, он тоже это увидел, он пришел в зоопарк в Ялте когда-то, и ему сказали, вот кабаны, у них никогда не было потомства. А теперь есть. Он говорит, а за счет чего? Говорит, изгородь отодвинули. Они не могли размножаться в неволе. Отодвинули изгородь, создали ситуацию, когда они... Когда нужно занимать место свободное. Дальше Кашпировский мне говорит, зайчик, почему зимой белый, а летом серый? Ситуация зима-лето. И я вдруг понял, я спал по 11 часов из-за этих черных штор. Потому что ситуацию они создавали мне ночь. Ночь. Ну это циркадный ритм. Ваш мозг вырабатывает мелатонин, когда темнота. Они мне создали ситуацию ночи. Кашпировский сказал, я вам коротко, вся старая психотерапия, что они делали? У вас на лбу там прыщик, да, или что у вас, бородавка или что это? Это родинка. Родинка. Ваша родинка проходит, они говорили, ваша родинка проходит. Раз, два, три, четыре, пять. Метроном. Вода в кране. Раз, два, три, четыре. Проходит родинка. Проходит рука, она не проходит. Потому что топорное обращение к сознанию. А когда встают в залах люди и говорят, у нас после сеанса Кашпировского прошла родинка, в ваше подсознание идет посыл мощный. У них прошла, и у меня может пройти. Вот его метод. Поэтому я ему верю. Я это видел все, я понимаю, о чем идет речь. Дмитрий, заключительных два вопроса. 12 апреля 2018 года в эфире 112 канала на вопрос, какую последнюю книгу вы прочитали, вы ответили книгу Крыжановского Петра «Педофил». Да, мне очень понравилось. Это моя книга. Вы сказали очень много теплого, лестного. Я вас очень за это благодарю. Но, у меня вопрос. Вы понимали, что когда вы в эфире новостей говорите, что великолепная, чудесная книга, которая называется «Педофил», вы подставляетесь. И это может потом людьми быть воспринято не очень правильно. Это очень маргинальное слово. Петр. А люди судят только по названию. Петр, да мне начихать. Вообще абсолютно. Нам все подставляю. Смотрите, я, может, тоже в нашем интервью наговорил какие-то вещи, которые вызовут споры в обществе, и которые могут кто-то обо мне плохо подумать. Мне все равно. Смотрите, я свободный человек. Я что думаю, то и говорю. Это величайшая, высочайшая свобода говорит, что думаешь. И еще, я очень люблю талантливых людей. Я их коллекционирую. Я считаю, что я обязан поддерживать всегда талантливых людей и подставлять им плечо. Я прочитал случайно вашу книгу. Ну, это блестящее литературное произведение. Спасибо. И я посчитал себя обязанным и должным вас поддержать и сказать, что я думаю об этой книге. А что кто-то обо мне подумает? Да мне все равно. Вообще. Благодарю вас. Заключительный вопрос. Я вам больше скажу. Да. Мне все равно даже, что вы обо мне подумаете. А кто те личности, относительно которых вам не все равно, что о вас подумают? Семья, дети хотя бы, может быть, друзья? Или тоже все равно? Нет. Есть ряд личностей, конечно, не все равно, которые обо мне подумают. Вот я вчера говорил с Виталием Алексеевичем Коротичем, например. Один из моих близких друзей, с которыми мы постоянно общаемся. Вот мне не все равно, что он подумает. Я иногда, чтобы что-то ему доказать, могу потратить полчаса, чтобы в несвойственной мне эмоциональной форме пытаться его переубедить. Потому что мне не все равно, что он обо мне подумает. Заключительный вопрос. Я смотрел недавно ваше интервью с Алексеем Венедиктовым. И он рассказывал там о таких невероятных величинах. Путин, Сурков, взаимоотношения Россия-Украина, Волкер. Вы брали интервью у будущего президента Украины Зеленского. К вам приходили бизнесмены, премьер-министры. И Волкер тоже. Да. И все это так высоко, знаете, где-то на облаках. Высшая лига. И ты внизу такой маленький смотришь и думаешь, надо очень много работать, чтобы дойти до этого. И вот у меня вопрос. Мировоззренческий, очень важный. Постоянно о чем-то говорится. Толкут воду в ступе. Как будто бы ничего не меняется. Ситуация с климатом, экологией, экономикой, миграцией, рождаемостью. Ужасная. Нет ли у вас и у людей, может быть, проскальзывала такая мысль в этой высшей лиге. Что неправы все. Что мы делаем все неправильно. Про маленьких людей и высшую лигу. Умер полторы недели назад один из моих близких друзей, Вилли Токарев. Замечательный, выдающийся. Человек невероятный. Невероятной теплоты, обаяния, щедрости душевной. Вообще потрясающий. Вот утрата личная, знаете. У него была знаменитая песня. Небоскребы, небоскребы. Маленький такой-то. Я помню, как мы с ним шли по Нью-Йорку. Я говорю, Вилли, у него жизнь потрясающая была. Нестандартная, интересная. Я говорю, Вилли, надо написать книгу, мемуары написать. Говорит, ну еще, может и рано, может еще как-то. А во-вторых, ну написать, а как их назвать. Я посмотрел вверх и говорю, небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. К чему я это рассказал? Он был маленький ростом. Но он был гигант. Поэтому высшая лига, низшая лига, все ерунда. Проблем куча. Чем выше лига, тем меньше они могут. И они могут думать об этих проблемах. Уровень информации, которая на них валится, количество этой информации настолько противоречиво затмевает все эти проблемы климата и так далее, о которых вы говорите, что они до них просто, к сожалению, не добираются. То есть это означает, что мы постепенно будем идти все больше и больше к краху и к негативным явлениям в обществе. Корреляция определена. Мы идем вниз. К краху мы идем все, дружно. Человечество идет к краху. Оно себя уничтожает само. Поэтому мы можем с вами только невероятными усилиями воли замедлить этот путь. Но предотвратить нет. Дмитрий, я благодарен вам за то, что вы ко мне пришли. Мое искреннее мнение вы глыба. И мне есть вас за что благодарить. Я взлечу сейчас. И в заключении хочу сказать, пожалуйста, примите меня в масоны. Про заключение, помните, советская газета «Правда» была. Маленький мальчик читает вслух дедушке газету. В заключении товарищ Брежневый Хонекер сказал, он говорит, оба? Неужели? В заключении. Да, считайте, что вы уже масон. Продолжение следует...